День семьи, любви и верности отметили в Казанском кафедральном соборе. Архиепископ Естиньян поздравил многодетных семей, священнослужителей и сотрудников Элистинской епархии. Одна из них – Чита Котиновых. Музыкально одаренные дети участвуют во многих творческих конкурсах, прославляя республику за ее пределами. Подробности о семейных достижениях у моей коллеги Натальи Чемидовой. Семья Котиновых образовалась в 1999 году. Глава семейства служит в Казанском кафедральном соборе Элистинской и Калмыцкой епархии. А мама Анжелика посвятила себя заботе о семье и детях. Сегодня Котиновы воспитывают троих детей – Нину, Дмитрия и Антония. Жизнь, конечно, как и у всех семей, конечно, начинается с больших трудов. Потому что мало сообъединиться, надо сохранить, конечно, первоначальную любовь. И семейная человека – это не только внешняя оболочка. Любой мужчина, будущая глава той же семьи, должен любить не только молодость, а по своей сторонам, по своей стороне, с родителями. Вот сегодня он смотрит свою маму, к примеру, он любит ее как маму. Вот он не понимает, что его супруга тоже станет мамой, и тоже когда-то станет сидеть, стареть. Будет ее также любить. Вот как священник скажу, что счастье как раз в этом и заключается. Когда, несмотря на трудности, на трудности, семья сохраняется. А дети – это помощь родителям. Это как благословение. В семье Котиновых растут уникальные дети, потому как каждый из них умеет играть на нескольких музыкальных инструментах. Такой талант достался им, возможно, по наследству, ведь в роду их папы немало было музыкально одаренных людей. Но и главную роль играет помощь родителей. Именно они прививают любовь к искусству, создают необходимые условия, поддерживают своих любимых детишек. Я приведу пример на Антонии. Он у нас очень хотел на гитару пойти. Но он очень маленький, соответственно, руки его не дотягивались до конца грифа. И нам посоветовали просто на боям. Конечно, были слезы, да, слезы с мамой там, из-за этого ссорились, да, тоже. Но решили под боям. Ну, а сейчас не оторвешь. Ну, сейчас он уже вырос, сейчас он на гитаре уже. И более того, сейчас очень хорошо на родительском садике. Вот, Нина и Дима, его учат на гитаре дополнительной. Поэтому вот так у каждого свой путь, потому что надо пробовать. Дома у нас мы с вами все условия, чтобы у них были. И, соответственно, каждому нужна комната, чтобы где-то позаниматься. Вот, хоть у нас пени на одно, они у нас все на фортепиано играют. Поэтому у нас можно зайти как в вокальном музычилище. Здесь фортепиано, там баян, туда ниже саксофон играет. Мы хотим с мамой, чтобы они были достойными членами нашей республики. Вот что важно понять. Талантливые ребята успешно участвуют в различных конкурсах, как регионального, так и всероссийского уровня. Тому свидетельство их многочисленные награды. Можно сказать, в этом заслуга родителей, потому как они всегда готовы помочь детям в развитии музыкальных способностей. Дети действительно очень талантливые. И сегодня мы удостоверились в этом. Мне кажется, то, что дети играли без партитуры, и держать в голове все эти произведения, это уже прямо удивительно. Конечно, можно сказать, что это семья для подражания. И папа – это, прежде всего, пример для подражания. Потому что, во-первых, папа позиционирует добро, он несет это добро в народ. И дети, дети, они не уступают. Иногда бывает сложно, мне кажется, детям держать уровень и держать планку, когда папа задает такую высокую, или мама задает. Ну, вот пример семьи Котиновых – это такой пример, который, в принципе, уверенно держит эту планку и, может быть, даже предвосхищает. Такая семья достойна похвал. В Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора чествовали многодетных семей священнослужителей и сотрудников Элистинской епархии. Архиепископ Элистинский Калмыцкий Истинян, поздравляя всех, отметил, что для христиан семья – это малая церковь и пожелал им семейного счастья, мира и долголетия. Наталья Чемидова, Борис Санжураев, Ачир Убушаев, информационная программа «День республики».